Воспользуемся не так давно слитыми в сеть базами Rusleaks, заблокированные сейчас во всех доменных зонах и перешедших в анонимную сеть I2P. Доступ открыт всем желающим, достаточно установить программное обеспечение. Воспользуемся Portable версией, скачиваем программу, запускаем I2P Launcher. Затем Firefox Portable из этой же сборки. Ждем пока I2P сеть заработает на полную мощность, для этого понадобится 20-50 минут. Теперь просто вбиваем адрес rusleaks.i2p. Как мы видим, на каждого гражданина России собирается вся информация от перемещений ЖД и авиатранспорта, и вплоть до комментариев проституток о вызовах к клиентам. Сейчас такой сбор данных устарел, и уже с 1 января 2012 будут выдаваться универсальные электронные карты. Вернемся к теме. Все персональные данные заретушированы. Сейчас вы увидите скриншот базы нескольких дней давности на Владимира Жириновского. В базе регистрации первая запись о дне рождения значится за 6 апреля 1900 года. Потом она изменялась на 25 апреля 1904 года, далее на 24 апреля уже официального 1946 года, и потом уже на официальную дату 25 апреля 1946 года. После объявления этой информации в прямом радиоэфире на Ари.ру, на данный момент эта страница из баз стерта, при том, что остальная информация осталась нетронута. Да, слушаю, вы в эфире. Добрый день, Владислав. Добрый день. Несколько выпусков, вот вы за Жириновского говорили, ну, вокруг да около, решим вам немного помочь. Ага. Вот недавно скандал был вокруг слива в сеть базы данных Русликс. Там были все данные на россиян, там от телефонов до достаточно личных, не знаю, как они собирали. Ну, вопрос в чем? У Жириновского там в базе данных около 12 пунктов, где место жительства, прописка и дата рождения. Так у него там дата рождения менялась около 10 раз. Месяц, число менялось. Ну и что? Первая дата, первый пункт идет за 1900 год. У Жириновского? Да, вторая дата за 1904 год. И потом уже идет 1946, официальный год рождения. Ну, там уже опять с другими месяцами число менялось. Ну, то есть не все чисто. Да, нет, нет. Это человек, так сказать, не то что с двойным, с тройным дном. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Произведем поиск по базам спустя два дня после эфира. Как вы сможете убедиться позже при самостоятельном просмотре, 21-й страницы с базой нет. Поиск завершен на 20 страницах результатов. И на этом все. Далее пойдет запись Ариру о Жириновском. Следите за развитием ситуации. Ну, по поводу Жириновского. Значит, ответ у меня был готов. Вот просто какой-то момент я, значит, выскочил из глаза. Что хочу сказать? Вы совершенно правы, что Жириновский обладает, ну, что называется, инсайдерской информацией. Более того, я скажу, почему Жириновский обладает, может быть, больше информацией, чем Медведев и Путин. Почему? Потому что Жириновский находится там, в эстеблишменте, еще Советского Союза, а корни нынешнего режима находятся в Советском Союзе. Он в эстеблишменте находится еще со времен Советского Союза. Если вы помните, уважаемые слушатели, господин Жириновский основатель первой партии в Советском Союзе, не коммунистической. То есть первая была коммунистическая партия, а вторая партия была ЛДПР в Советском Союзе. То есть уже тогда он пользовался доверием каких-то очень важных людей в Советском Союзе, которые доверили ему создать эту партию. Он создал эту партию, естественно, ну вы понимаете, если сейчас там двойной контроль, там специальный, вот, там компромат еще что-то, там, значит, многослойный. То есть в Советском Союзе все, так сказать, любили там делать, перестраховываясь. Естественно, он знает, возможно, даже кукловодов лично с ними знаком. Сам, еще раз подчеркиваю, сам он же решений не принимает, но кукловодов он знает. А тут вне всякого сомнения. То есть он, видимо, посещает или, там, скорее всего, вызывают, там. Он не глупый человек. Он выполняет грамотно свою работу. Он сам аналитик неплохой. В будущем, я не исключаю, что в какой-то момент кукловоды дадут ему даже порулить. Опять же, он из другого теста. Он отличается от номенклатуры. Дело в том, что такие люди, как Жириновский, опять же, вот я сказал, номенклатура, они из одного теста, а Жириновский из другого. А Собчак был из другого теста. Вот почему вот у Марии Собчака? Вот почему никого вот не уморили, а вот Собчак вот как-то вот странным образом умер из другого теста? Я просто знаю, жил, в общем-то, в Санкт-Петербурге, в общем-то, видел, все это наблюдал. Это я знаю, что федеральное начальство, когда туда приезжало, они Собчака ненавидели по всеми фибрами души. Не потому, что он там какой-то особо хороший, там, светлый человек. Нет, он, в общем-то, тоже, так сказать, такой мелкий был товарищ. Но он был чужой. Он был чужой. И поэтому его, в общем-то, они на дух не переваривали. На дух его не переваривали, они его боялись страшно. То есть вот таких людей. То есть они вообще вот всех людей, вот таких лидеров, которые, значит, отличаются от них, которые могут, в общем-то, выделиться, выделяются на их фоне, они, конечно, не переваривают. Вот такой типичный пример. Ну и жириновский такой же. И вот господин Жириновский, я хочу подчеркнуть это, господин Жириновский, он знает людей, кто тогда, так сказать, вот заправлял. Понимаете, решение такое о создании партии. Представьте себе, в гигантской стране уже было принято решение, что будет двухпартийная система. Я думаю, что, скорее всего, так как-то было. Ну, вторую партию было, видимо, они так чесали репы. Ну, да, у второй партии пусть будет 5%, но, в общем-то, западу показать, сказать, вот у нас вторая партия. Ну, в общем-то, во главе партии должен быть умный человек, но, значит, он должен быть клоуном, придурком. То есть, ну, там, видимо, целый сценарий был написан, но вот под этот сценарий вот искали этого Жириновского и нашли. Потому что биография у него, конечно, богатейшая. Богатейшая биография, и вот он не был членом партии, но работником спецслужб он был с юных лет. Потому что, значит, в Турцию, я хочу сказать, как человек, который учился в советском вузе, в Турцию на... там у него в Турции, если не ошибаюсь, была практика. В Турцию на практику человек, который не имел каких-то связей в определенных конторах, нельзя было отправить, невозможно было. Я, когда учился, тут в Венгрию-то не могли отправить. А он студентом проходил производственную практику в стране НАТО, Турция. То есть другие проходили практику, я хочу сказать, вот там, он там специалист по турецкому языку. А турецкий язык не обязательно в Турции можно изучать, а там тюркские языки. То есть могли бы куда-нибудь заслать в какую-нибудь дыру, там какую-нибудь страну найти, так что-то вот. В Азербайджане бы проходил практику. В Азербайджане. И был бы очень рад. Или там в Нахичеване в какой-нибудь. Азербайджанский, турецкий язык, они, в общем-то, родственные языки. Это азербайджанцы понимают турок. А тут его в Турцию послали. То есть он давно старый, проверенный кадр, все нормально у него. Так что вот ответ вот такой. И то, что раз он сказал так, это, с одной стороны, может быть провокация, а с другой стороны, это может быть действительно сигналом для какой-то части номенклатуры, для людей, которые внимательно относятся к его словам. Вот вы же внимательно отнеслись. И мы в свое время внимательно тоже отнеслись, когда мы сказали, что Лужков падет. Раз вот Жириновский выступил с трибуны, стучал кулаком по трибуне, разоблачая Лужкову, что Лужков падет. Опять же, падение Лужкова было предрешено не решением Путина или Медведева, а было какими-то кукловодами. То есть, видимо, Лужков там заигрался, его решили исключить из акционеров. Его таким образом исключили. А Путин, Медведев, он там, он чувствовал, что все, уже его дни, последние дни остались. Он решил апеллировать к Путину, он решил, что Путин может его защитить. Он там накатал целую статью с дифферамбами Владимира Владимировича, что я ваш человек, там, трали-вали. Никакой Путин, никто его не смог защитить. А Жириновский знал об этом раньше. И сейчас, все же помнят об этом. И сейчас, я думаю, что люди послушали, сказали, вы да очень удивитесь. Возможно, вот, знаете как, хотят, в общем-то, не допустить того же Владимира Владимировича. Ну, есть мнение, что Владимир Владимирович вышел из-под контроля. Или, так сказать, плохо контролируется. Ну, в общем-то, хотят таким образом, либо его, в общем-то, не допустить, либо, значит, поставить на место. Потому что, ну, я чувствую, что кукловоды его не хотели бы на третий срок. Потому что это фактически вызов всему миру и населению России. Третий срок Владимира Владимировича – это вызов населению России и всему миру. И поэтому, я думаю, что тут Жириновский говорит то, что, в общем-то, может быть вполне реально. И мы так считаем, и я тоже так считаю. Что кто-то может быть третий, кого-то двинут.